Говорят, глаза боятся, а руки делают. Но эта 19-летняя девушка за металлообрабатывающим станком действует абсолютно уверенно и бесстрашно. Евгения Илеску из тех, кто не вписывается в стереотипы. Она получила традиционно мужскую профессию – станочник широкого профиля, и, не останавливаясь на этом, устроилась работать токарем-фрезеровщиком. Мама сказала, что это не мое, я девушка, мне нужна какую-нибудь легкую профессию, как девушка – это педагог, либо еще что-то, как я раньше мечтала. Мне просто понравилось, я просто решила, что хочу. Почему бы и нет? Работодатель Евгении – предприятие Тюбинг Технологи. Оно специализируется на производстве и ремонте насосно-компрессорных труб, используемых в нефтедобыче, а потому специалисты по металлообработке здесь на вес золота. Мне приносят заготовку, допустим, вот такую вот она, 268 миллиметров. Мы ее проторцуем, обтачиваем, центруем, потом сверлим и нарезаем резьбу, и уходят шаблоны. Из нее будет шаблон, который запускают в трубу и проверяют на ровность. Молодая сотрудница в штате всего лишь месяц, но уже строит планы на карьерный рост. Она планирует перейти в мастера, для этого уже получает высшее образование. Я уже учусь на первом курсе, также у меня идет технология машиностроения, это опять же токарные станки, фрезеровочные, ну различные такие станки, еще у меня добавляется сварка. Я буду мастером-инверсалом. Евгения работает в ремонтном цеху сразу на нескольких станках – токарном, фрезерном и плоскошлифовальном. Она изготавливает сменные детали для оборудования, на котором ремонтируются насосно-компрессорные трубы, а также подготавливает образцы произведенных изделий для лабораторных испытаний. Каждое изделие из металла изготавливается по какому-либо ГОСТу. В этом ГОСТе есть технические характеристики на изделии, которые включают в себя механические испытания, металлографический анализ и химический анализ. Все это мы можем проверить в своей лаборатории. Также мы можем определить причину поломки того или иного изделия, также из металла. Лаборатория предприятия оснащена продвинутым оборудованием, позволяющим проводить комплексное исследование металла и изделий из него. К примеру, маятниковый копер определяет способность металла сопротивляться разрушению. В данном случае мы видим серый матовый излом, что свидетельствует о том, что составляющая металла вязкая, то есть в принципе, что соответствует ГОСТу. Специальный микроскоп позволяет исследовать структуру металла. Так можно определить причину поломки изделия. Другой оптический прибор используется для контроля качества резьбы. Эти и другие технические возможности лаборатории сделали ее востребованной у иногородних заказчиков. Мы видим, что нету впадинок. Вот здесь впадинка должна быть. Это произошел скол режущего инструмента и поэтому вот такая резьба нарезается. Вот что такого не было, они сразу нам приносят на контроль. Лаборанты на предприятии также востребованы, как и станочники. Но если первых пока хватает, то набор специалистов токарного дела продолжается. Лилия Матиенко, Данил Илебаев, телекомпания Пытьяхинформ.